Добро пожаловать в атмосферную и новогоднюю сторону ютуба. Привет, мои хорошие! И сегодня у нас с вами, не знаю, самые легендарные книжные покупки на моем канале, потому что здесь у меня такие огромные стопки. Я не знаю, сколько здесь книг, мне кажется, книг 70-80. Это самые большие книжные покупки на моем канале. Я потом поставлю вот эту вот всю стопку книг, которые у меня получатся, точнее, несколько стопок, потому что одна просто, мне кажется, упадет и будет выше меня. И посмотрим в конце видео, обязательно посчитаем, сколько же в итоге у меня книг получилось, потому что, мне кажется, это жесть. Ну и, как всегда, не забывайте брать с собой что-нибудь вкусненькое, горяченькое. Зацените, какая у меня прекрасная новогодняя кружечка с Дедом Морозом. Поэтому в этом видео мы с вами не только будем наслаждаться прекрасными книгами новыми, но и также поднимать себе новогоднее настроение. Ребят, у меня просто огромные коробки, посмотрите, сколько ко мне еще книг пришло. Ох, будем с вами это в скором времени открывать, но мне даже страшно представить. Я не помню, сколько здесь книг, и это еще не все, потому что у меня еще есть вот это. Ладно, это я пока поставлю. И еще у меня есть вот это, тоже тяжеленная коробка. В общем, эти три огромные коробки мы тоже будем с вами открывать в этом видео, но чуть-чуть попозже. Ставим, так сказать, сладенькое, не то что на десерт, нет, но чуть попозже мы с вами их откроем. Нет, это было ошибочно. Потому что давайте начнем сначала с пакетиков. У меня тут целых четыре огромных пакета, а также с новыми книгами, которые у меня уже лежат дома неделю. И я тоже ждала, чтобы открыть их вместе с вами. У меня здесь два прекрасных шопера. Вот таких вот, которые я привезла с собой из Москвы. И плюс у меня еще два пакета. Сейчас тоже вам их покажу. Вот такие вот еще два пакета, наполненных просто до краев книгами. Это просто у нас какие-то книжные покупки, новогодние подарки как будто. Ну, правда, потому что сейчас, вот, я ездила в Москву в начале, получается, декабря, да, и там происходили книжные мероприятия. Там был нонфикшн, там строки устраивали мероприятия. И, в общем, очень много было книжных тусовок, как раз-таки, которые относятся к концу года, к завершению, с подведением итогов года. Было очень интересно. И вот, давайте сначала покажу вот эти вот два шопера, которые мы с Женей привезли с Москвы, с Букток Найс, которые устраивали строки. Там выступала Айова, ведущим этого мероприятия был сам Энтони Юлай. В общем, я рассказывал уже об этом мероприятии, и нам вот там подарили подарочки за выполнение такого, можно сказать, квеста. Женя вообще все выиграл, утащил всю семью. Ну, ребят, представляете, у нас здесь получилось, наверное, 30 книг, может быть, даже больше, посчитаем тоже с вами. И Женя это все нес, это просто была жесть. Поэтому наш шопер, ну, в таком состоянии, уже помученном, побитом жизнью. Но просто Женя это еле как реально все донес, потому что это очень тяжеленные коробки. Кто-то даже отправлял эти коробки почтой, но мы тут тащили сами, потому что я не доверяю моей книжечке, не могла их никому отдать. Ну, в общем, ладно, мы на самом деле решили, в следующий раз, если что, будем тоже отправить почту, потому что, ну, это была жесть, конечно, в поездах. Если ездить с этими книгами в метро, это, конечно, да, было весело. Ну что, давайте смотреть. И так как мы Женя семью, у нас все в двойном экземпляре получилось. Давайте покажу, что подарили на BookTalk Nights. Итак, в этом шопере, во-первых, лежали две книжки от Зайство Строк, это Доверие, и также Рассказы об эмоциях. Вот такие интересные книги, я о них ничего, на самом деле, не знаю, поэтому будем с вами вместе знакомиться, но книги выглядят очень-очень красиво. Вот это, например, даже с цветным срезом, в общем, выглядит прям, ну так, солидненько, я бы даже сказала, ну и прям интересно, потому что вот строки стали издавать собственные книги, очень интересно с ними познакомиться. Ну и, как вы понимаете, во втором шопере нас ожидает то же самое, поэтому мы пока думаем, что делать с этими книгами, со всеми вообще, где у меня, да, двойные экземпляры получились. Здесь, возможно, я устрою какие-нибудь розыгрыши на канале, а именно в своем телеграм-канале, там у меня розыгрыши проходят постоянно. Сейчас я там разыгрываю Анну Джейн, скоро у меня будет еще конкурс Аси Лавринович, в общем, там очень много классных книг можно выиграть, поэтому вот двойные экземпляры тоже обязательно там будут. И давайте дальше, следующее, это тоже интересная новинка, насколько я поняла. Эта книга называется «Ловушка для птицелова», очень такая интересная у нее обложка, но, опять же, до этого момента я вообще не слышала про эту книгу, поэтому будет очень-очень интересно познакомиться. Далее вот про эту книгу я слышала, у меня одна в пленочке, вторую я уже открыла, не удержалась. Это у нас книга про отпуск, плюс здесь детектив у нас будет. Ну, в общем, такая у нас здесь горячая любовь должна быть, горячий роман. Это мои убийственные каникулы. Вот у меня одна в пленочке, скорее всего, для конкурса будет. И один мой экземплярчик, я прям даже не ожидала ее здесь увидеть. И посмотрите, какие у этой книги, ну, просто потрясающие форзицы. Не могу ими и не насладиться. Вот, ну, мне кажется, эту книгу лучше отложить, наверное, на весну, на лето, когда уже будет такое, знаете, настроение летнее, чтобы почитать ее. Ну, очень классно, что это у нас, что это у нас, инспирия. И книги очень классные, в том плане, что их вот так вот очень легко открывать, листать. Они такие мягенькие, прям супер приятные. Еще здесь у нас, посмотрите что, посмотрите что, ребят. Вот это я, правда, не ожидала точно увидеть. Это Девятый дом Либордуга. Я Либордуга, в принципе, люблю. Я обожаю у нее книгу Шестерка Ворона. В Тени Кость тоже, в принципе, в свое время мне понравилась. Но вот Девятый дом как-то, я не знаю, обходила стороной. Как-то думала, да, нет, мне не надо, там, что-нибудь другое прочитаю. А как-то, в общем, эта книга проходила мимо меня. И здесь она вот как по судьбе, все-таки судьба такая сказала, что нет, Алина, ты должна ее прочитать, читай. Поэтому будем знакомиться здесь даже на обложке отзыв Стивена Кинга, что это один из лучших романов, прочитанных мной за многие годы. Вот это, да, опять же, да, у нас два экземплярчика даже в пленочках. Но Либордуга, я на самом деле уже соскучилась по этому автору, но Шестерка Ворона в сердце на самом деле навеки. Еще одна суперинтересная новинка, вообще, ну, невероятно интересная новинка. Это у нас, посмотрите, какая красота. Тоже роман, который, мне кажется, шумит. А я обожаю фигурное катание. Как видите, здесь герой на коньках. Это называется книга от Лукова с любовью. Прямо сейчас я ее часто вижу у блогеров. И смотрела на нее, думаю, может быть, купить, может быть, купить. А вот тут бах, и мне ее дарят на мероприятие. Вот это да, конечно. Книга у нас 18+, он чемпион, она неудачница. Ну, на самом деле, не скажу, что я люблю такие сюжеты. А-ля, там вот он такой крутой, а она такая вот вся серая мышка. И потом она обращает мне внимание. Там все, любовь, буря, безумие. Я немножко устала от таких сюжетов, но будем надеяться, что здесь все-таки будет что-то интересное. Надеюсь, что здесь в первую очередь будет эта вот атмосфера. И на самом деле, когда смотрела раньше Олимпиаду, там в 14-м году, ну вообще, мне кажется, все смотрели. Я именно с замиранием сердца всегда смотрела на фигурное катание. И надеюсь, что эта книга подарит это вот ощущение. Я вообще обожаю коньки. Я сама не фигуристка далеко, но я люблю именно покататься на коньках, зимой провести так время. Это одно из моих самых любимых занятий зимой, катание на коньках. Так что я надеюсь, что эта книжка мне все-таки понравится. Вот. Я думаю, что зимой нужно их успеть прочитать. Поэтому вот снимала книжные планы до поездки в Москву. А после Москвы у меня появились новые книжные планы, потому что здесь столько интересных книг у меня появилось. Это просто, ну, что-то невероятное. И все, ребята. Ну, да, шоперы, конечно, в классном состоянии после Москвы, но не пережили все. Теперь они, наконец, отправляются у меня в стирочку, да, чтобы их можно было носить. И все. О, еще здесь закладки, которые, к сожалению, тоже уже, ну, им плохо стало. Но закладки тоже еще здесь у меня в подарочках лежат. Поэтому все, ребята. Два шопера мы с вами опустошили, и у нас с вами получилась вот такая вот, оп, немаленькая стопочка книг. А еще, ребят, что касаемо Москвы, связанной с нонфикшеном, ко мне еще приходили вот такие вот потрясающие стикеры. Они у меня лежат в книжке к себе нежно. Посмотрите. Просто посмотрите на эти прекрасные стикеры. Эти стикеры со мной и Семой, и они по моей любимой книге из сегмента нонфикшен. Это к себе нежно Ольги Примаченко. А еще у этого автора совсем недавно вышла новая книга. Все закончится, а ты нет. Я уже себе ее приобрела и сделала это в интернет-магазине Читай Город. А еще там дается подарок. При покупке каждой книги эксклюзивная открытка. Количество подарков ограничено. Как написано этой книге, что это подорожнее для тех, кто переживает темную ночь души. И правда, книги Оли такие теплые и дают такую огромную поддержку в трудную минуту. И когда я читаю книги Ольги Примаченко, у меня появляется такое теплое ощущение, будто я общаюсь с близкой подругой за чашечкой чая. В новой книге автор пишется о том, как прощаться с тем, что дорого сердцу, как пережить этот момент и справиться с эмоциями. А книгу «Все закончится, а ты нет» и другие можно приобрести в интернет-магазине и розничной сети Читай Город. И до 9 января 2024 года действует промокод BOOKSTAR25, который дает скидку в 25%. Промокод действует на все, кроме небольшого списка исключений, так что можно закупиться книгами, в том числе и своего списка. А книжечку или книжечки вам доставят в любой уголок России. Например, абсолютно бесплатно в любой ближайший магазин Читай Город, либо же магазин Партнер Буквоед. Либо можно выбрать удобный себе пункт выдачи. А все ссылочки я оставила в описании под этим видео, поэтому приобретайте книги выгодно и не забывайте пользоваться промокодом. Ко мне пришел еще один экземпляр книги «К тебе нежная». Я взяла свой старенький, потому что новую уже отдала своей подружке, подарила. Но как бы это все выглядело вот так, что мне пришла новая книга с прекрасными стикерами. А так у меня был уже третий экземпляр «К тебе нежная», потому что у меня есть это, подарочные, плюс еще новое пришло. Поэтому вот такие вот дела. А еще, ребята, в этом месяце сбылась моя мечта. Я мечтала об этих книгах несколько лет. Я думала, что, ай, не буду читать, потому что их сложно найти. Но в итоге я вообще в этом году, у меня такое огромное желание появилось эти книги прочитать, что я решила, что все, все, я должна это сделать. Я говорила на своих стримах, что я очень хочу познакомиться с этой серией. Ну, это легендарная серия, которую вы почти все читали о мальчике, который выжил. Да, 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 ура! Алина дошла, посмотрите. Посмотрите, что у меня появилось. Боже, я не верю, я не верю, я не верю, что эти книги у меня такие красивые. Да, это Гарри Поттер в издании «Рослана», посмотрите. У меня здесь все семь книг в твердых обложках с шикарным шрифтом внутри. Они такие красивые. И здесь «Росменда», перевод, который все так любят, потому что я вообще не хотела покупать в Махаоне. И я уже проверила, что эти книги без дефектов, без опечаток. И мы с вами будем эти книги читать во влоге вместе, во влогмассах. Представляете, как это будет атмосферно. Мне кажется, это просто будет волшебно. Напишите, ждете такие видео от меня, я буду впервые читать Гарри Поттера. Будут все мои эмоции. И плюс новогодняя атмосфера будет в роликах присутствовать. Мне кажется, это просто будет волшебно. И вот все семь книг. «Гарри Поттер. Философский камень». «Гарри Поттер. Тайная комната». «Гарри Поттер. Устник Аскабан». Не знаю, в этих обложках какая-то магия находится. Мне не очень нравится. «Гарри Поттер и Кубок Огня». «Гарри Поттер и Орден Феникса». И, конечно, последняя... А нет, у нас предпоследняя часть. Это «Гарри Поттер и Принц Полукровка». И последняя часть, конечно же, это «Гарри Поттер и Дары Смерти». Все они шикарные, это вообще. Ну и, конечно, я уже их показывала в Телеграме, где только их не показывала. Снимала и шорсы, и рилсы. И многие меня спрашивали, где же я нашла это сокровище, где же я купила эти книги. Поэтому просто от сердца отрываю. Я оставлю ссылочку на магазин, где я покупала эти книги. Я вообще очень много сайтов облазила. Но этот мне понравился больше всего. Поэтому я тут заказала, и все пришло в идеальном состоянии. А еще на сайте у ребят я нашла промокод, который называется «Расскажу». Поэтому по секрету тоже можете им воспользоваться. А с этим промокодом, если вы его введете, то вам в подарок еще положат вот эту вот книжечку. Вообще, я думаю, что я стану фанатом «Гарри Поттера». Но почему мне такое предвкушение? И мне кажется, я потом буду покупать все дополнения. А это как раз таки и является таким вот дополнением. Это книга «Хогвартс. Неполный и ненадежный путеводитель». Да, очень, на самом деле, интересно. Вы знаете, полный и точно. Тут не полный и не точный. Но это прям, конечно, забавно. Тоже о Джон Роллинг. Все здесь прекрасно. Здесь у нас очень много всего интересного по миру Гарри Поттера. Дополнительного рассказывается. И эта книга взята с официального сайта Джон Роллинг. Поэтому здесь как бы вся информация достоверная, очень интересная. Но чтобы ее получить, нужно еще подписаться на социальные сети ребят. Но это, конечно, просто суперприятный бонус. И я очень-очень рада, безумно рада, что мне эти книги до сих пор не верят своему счастью. И моя как будто детская, знаете, мечта осуществилась. Не то, что я в детстве мечтала об этих книгах. Как будто я вместе с этими книгами, у меня такое ощущение, что я сама вернусь в детство. Тут волшебство, сказку, в этот мир. И проживу это все вместе с персонажами. Мне кажется, это будет здорово. Потому что в свое время Гарри Поттер, к сожалению, прошел мимо меня. Но теперь я до него дошла. И мне кажется, что я буду в восторге. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Так что, Поттерманы, пищите, пищите. Я надеюсь, что скоро войду в вашу банду. И буду, так сказать, в теме. Так, давайте, чтобы у нас было поинтереснее все. Следующие пакетики мы с вами посмотрим попозже. А сейчас давайте, давайте. Я знаю, что вы этого ждете. Давайте откроем большую посылку. Посмотрим, что же там. Это большая посылка у меня, как всегда, от магазина Мэйшоп. Как всегда, я там закупилась книгами. Просто затарилась. Видите размер этой коробки. Потому что Мэйшоп очень-очень выгодные акции. Просто постоянно. Итак, к нам в кадр заезжает эта коробка. Даже нужно додвинуться мой микрофон. Чтобы у нас с вами все здесь поместилось, да, открылось. Все, коробка у меня. Опять же, ребята, она очень тяжелая. Давайте открывать. Мне тут Женя дал свой ножик. Надеюсь, я сейчас его открою. Ой, мамочки. Открыла. Но это было страшно. Что, открываем? Самое любимое, боже. Самый любимый момент. Все, сегодня как будто праздник. Как всегда у нас в книжных покупках. Так, оп. Еще самое классное, что эта посылка ко мне пришла. Она уже, наверное, неделю назад. Заказывала я ее тоже, да, там уже так прилично. Вообще, я карсину собирала в течение месяца. И, в общем, так долго все это было, что я даже забыла, что ко мне здесь пришло. Вот я уже плохо помню. Какие-то книжки я, конечно, помню. Но какие-то я уже совершенно забыла. Ой, ну, давайте открывать. Такой сюрприз будет. Опа. Опа. Я вижу, что свяжет первая. Не знаю, мне кажется, коробка, мне плохо видно. Не важно. Давайте с вас. Я справилась. Вот это да, ребят. Видите, тут у меня не только книги. Не только книги, но... Сейчас, сейчас, сейчас. Я вам покажу, 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 покажу. Посмотрите, посмотрите. Надеюсь, вам что-то видно. Какие тут книги. Боже. Я так ее хотела. Да, ребята, я впервые заказала себе картины по номерам. Решила попробовать, как бы, зима, да, смотреть какие-то уютные сериальчики, аниме. Сейчас мы же не смотрим и рисовать картины по номерам. Мне кажется, это идеально. И я вот взяла такую, но какая-то небольшая. Даже интересно, как она будет выглядеть. В общем, это у нас зимний рассвет. Тоже с такой анимешной как раз девочкой. Но мне прям очень понравилась эта картина. Я прям представила, как она у нас будет в квартире смотреться. Не знаю, мне кажется, я буду долго делать, потому что у меня куча дел, куча книг, которые хочу прочитать. Ну и, надеюсь, буду картины тоже рисовать, потому что я очень-очень хотела давно. И вот эта картина мне тоже безумно понравилась. Я вот эти вот две заценила и не могла выбрать одну, поэтому заказала две. Прям зимняя атмосферная. Ну посмотрите, это девочка, которая читает книгу. Мне кажется, она чем-то похожа даже на меня. Очень качественная коробка выглядит. Вот, прям такая большая. На холсте она уже идет. Это пятый уровень сложности. Не знаю. Я вообще любила в детстве, ну и не в детстве, в подростковом возрасте раскраски и инфистресс. Поэтому здесь для меня пятый уровень не такой будет сложный. Но посмотрим. Посмотрим, если что. Буду рисовать долго. Может, к следующей зиме я как раз нарисую и повесим. Я даже вот приметила место, куда в квартиру она нам идеально впишется просто. Поэтому я очень рада, счастлива. У меня есть две картины по номерам. Тоже очень выгодны на Майшопе они стоили, поэтому не смогла удержаться. Так, давайте мы их туда положим. А то у меня уже все в кадр сюда сейчас не влезет. Так, ну и теперь самое интересное, конечно, это книги. Я забыла, ребят, какая у меня тут следующая книга. Но первая. Все, мне переполнены эмоции. Ох, первая. Это было строение небожителей в пятый том. Давайте откроем тоже. Какая она красивая. Какая же она шикарная. Я пока не буду ее из пленочки открывать. У меня тут даже какие... А, нет, у меня все открыты. Но все равно пока этого не буду. Не буду. Пусть пленочки постоит. Хотя она немножко порвана. Но ничего страшного. Какая же она красивая. Это пятый том, ребята. Болосовение небожителей. И я показывала эту серию в книжных планах. Я говорила, что она у меня в планах как раз таки на январь, на февраль, я думаю. Поэтому будем с вами читать эту серию по влогах. Мне кажется, это будет так атмосферно. Поэтому я скупаю все. Вот. А дальше, дальше, ребята. Тут у меня есть фанаты Gravity Falls. Да, мы, Женя, смотрели Gravity Falls. Посмотрели все два сезона. И я поняла, что я хочу. Хочу. Точнее, мы, Женя, об этом говорили. Думаю, блин, как же было бы классно смотреть Gravity Falls. И в руках держать тоже вот такую вот красоту. И все-таки мы решили заказать. Чтобы эта книжка у нас тоже стояла. Потому что, конечно, этот мультисериал вызвал у нас очень много эмоций. И мы решили, что да. Все-таки пусть эта книжечка напоминает нам о нем. К сожалению, можно, смотрели Gravity Falls. Очень это грустно и печально. Но теперь есть книжечка. Так. Раньше я ее часто видела в магазине. Даже не думала, что она когда-то будет у меня. И вот я держу ее в руках. Вот такая приятная софт-тач обложка. Ой, какая красота. Ну вы посмотрите. Ну вы посмотрите на это. Конечно, такую красоту я вам обязательно, обязательно покажу. Подсниму поближе. Но потому что здесь каждая страничка заслуживает, ну, отдельного внимания. Такая же невероятная красота. Это вот прям точно такой же дневник, как был у Диппера и Мейбл в мультфильме. Это, конечно, прям вообще волшебно. Если, ребята, у вас там, не знаю, братьев, сестренка или же там подруга, парень увлекается, посмотрел этот сериал, этот мультсериал точнее, то я очень могу поставить такую книгу на подарок. Мне кажется, просто идеальный подарок для тех, кто любит Gravity Falls. Я вот сама просто не верю, что она у меня есть. Буду рассматривать после съемки этого видео более подробно. Это мы все убираем. Конечно, это еще не все. Здесь вот еще очень-очень много книг. Так, вижу следующую партию. Смотрите, что наконец-то у меня есть. Это предание Олимпа. Вторая часть. Потому что у меня есть первая, есть третья, вторую я никак не могла заказать. И вот, наконец-то чудо свершилось. Это, ну, безумно красивый графический роман. Просто наслаждение. Поэтому я очень рада, что мне наконец-то и второй том есть. И теперь я могу со спокойной душой начинать читать первый. С графическими романами я иногда отдыхаю от книг, от чтения. Когда уже прям перенасытилась, знаете, всеми историями. Хочется вот просто отдохнуть. Но отдохнуть с пользой. Тогда я беру графические романы. Потому что это очень красиво и визуально. Знаете, там, когда выбираешь посмотреть YouTube или там шорсы. Или, ну, что-нибудь почитать. Почитать, то, конечно, лучше лучше что-то почитать. Такое вот красочное и интересное. И я прям в последнее время полюбила графические романы. И еще здесь прекрасная книжка. Я забыла, кстати, показать ее в планах. Как так? В общем, это Чарльз Диккенс. И, конечно же, это Рождественские истории. Я прям хотела насладиться. Побольше купить каких-то зимних историй. Я прям их искала. И, знаете, это было сложно. Эти какие-то интересные истории зимние, которые меня бы заинтересовали. Но вот из классики, конечно, я взяла в эксклюзивной классике эту книжку. Меня он заинтересовал Чарльз Диккенс. Тут вот как раз-таки у нас истории, да, разные. Их тут достаточно много. Вот, поэтому буду знакомиться тоже. Может быть, перед Рождеством эту книжку в начале января успею прочитать. Было бы здорово, конечно. Так, а я заглядываю дальше. И дальше тут тоже еще. Красота! Вы видите? Вы видите, что это? Боже, тоже я прям давно заглядывалась на эту книгу. Думала, нужна она мне, не нужна. Но все-таки, все-таки, да. Я ее приобрела. Сейчас покажу вам. Либор Дука «Шестерка воронов» в шикарном подарочном издании. Оно очень-очень красивое. Я думаю, я ее открою в Телеграме, сделаю АСМР распаковку. Такой контент зашел у меня там. Вот и покажу ее вам. Она такая красивая. Просто этот срез. Вот так вот обложка. Вот так она сзади выглядит. И знаете, я думала, нужна она или не нужна? Вроде бы есть «Шестерка воронов». Но это издание такое восхитительное. «Шестерку воронов» я так сильно люблю. Поэтому я решила, что она заслуживает быть у меня еще и в таком прекрасном экземпляре, да. В таком прекрасном издании на полочках стоять. И еще здесь очень красивая тоже книга, которую тоже я вам покажу поближе. Это у меня книга «Серебряные коньки». От вот этого издательства. Это издательство «Махаон». Но она очень красивая. Здесь у нас такие большие странички. И встречаются цветные красивые иллюстрации. Прямо не очень красиво, конечно, выглядят. Атмосферно. Тоже такая новогодняя история. Честно говоря, я думала, что это книга по фильму «Серебряные коньки», который я смотрела год назад. Но оказывается, что мне написали что-то вообще другая история. С фильмом никак не связано. Но посмотрим, что это будет. Но в итоге все-таки, мне кажется, должна быть такая зимняя история. Если вы читали «Серебряные коньки», напишите, как вам. Я вот очень хочу познакомиться. Потому что про эту историю я как-то особо ни у каких блогеров не слышала. Да и вообще, в принципе, не слышала сильно про эту книжку. Поэтому вот прям она меня заинтересовала. И что у нас осталось? Тут осталось совсем немножко. Но тоже прекрасные книги. Ой, ребята, я не знаю, насколько выйдет это видео, честно. Ой, какая красота. Какая красота. Я уже забыла. Так, во-первых, здесь вот у меня книжка. Это «Незнакомка из Уанды Холла». Эта книга у меня есть на полках, потому что эту книжку я заказала для своей подруги в подарок. Поэтому я ее открывать не буду. Давайте просто положим. Ну вот, она у нас еще здесь и есть. Дальше. Это уже книжечка. У меня тут мне прям подругам подарки будут к Новому году. Так что тут еще будут не мне книжки. Давайте откроем. Ой, какая же она прелестная. Такая она нежная. Это Аня из «Аванлея». Это продолжение книги Аня из «Зеленых мезонинов». Я вам показывала в прошлых книжных покупках первую часть. И вот вышла вторая часть. Я так рада, что эту историю начали наконец-то издавать в более доступном издании. Это мне очень нравится. Это у нас яркие страницы. Только такая вот серия подарочная. То есть вот с таким вот оформлением, с цветочками. Она очень приятная на ощупь. Но прям обложки привлекают к себе. Поэтому я очень рада, что наконец-то Аня у меня поселяется потихонечку на полке. И я вам показывала первую часть в своих книжных планах. Здесь, кстати, вот тоже как раз две книжки вместе лежат. Которые заказывала подруга. Они очень красивые. Ты сам себе психолог. Вот такая вот книга. Это заказала своей подружке Катя. И еще очень красивая книга для Элли, моей подруги. Вот так вот она выглядит. Из крови и пепла. Дженнифер Армин Троуд. Вот. Очень красивое, конечно, оформление. Вот. Поэтому да. Это все у нас на подарочки. Но как бы к покупочкам относится. Правда? Правда. Так. Ой, последняя книга, ребят. Посмотрите. Это просто книга, которая, мне кажется, вернет меня в детство. Я в детстве обожала щелкунчика и фильм, какие-то мультики и балет. И в скором стяжении пойдем на щелкунчика, на балет. У нас, какого там, короче, в конце декабря у нас билеты. И когда я увидела эту книгу, я увидела еще ее в магазине Окей, когда мы уже не ходили за продуктами. Я там ее увидела. Возили книг. И думаю, так. Я не могу. Я полистала. Я влюбилась и поняла, что мне эта книга нужна. И вот не нашла ее на Майшопе по скидочке. Поэтому да. Я решила к Новому году себя порадовать этой книгой. Какая она красивая, боже. Но это просто волшебно. Посмотрите. Тут у нас все объемненькое. Все детали. Обложка фантастическая. Не знаю. Это, мне кажется, одно из самых красивых изданий щелкунчика. И даже вот ребенку подарить ему это волшебно. Это просто волшебно. Посмотрите на это. Это книга у нас большого формата. С такими вот разворотами. С такими вот иллюстрациями. Но эта красота неописуемая. Я даже вот взрослая не могу нарадоваться, налюбоваться этой книге. Мне кажется, ребенку с такими иллюстрациями будет очень интересно читать. В общем, я прям рада, что эта книга тоже. Тоже мне есть. Это тоже, значит, у нас махаон. Так, ладно, все. Мы уже будем во второй ряд вставлять сюда книжки, потому что она уже не помещается. Все, ребята. Мы с вами постаршили первую нашу большую коробку. Но мы на этом не останавливаемся, потому что у нас следующая коробка. Давайте я еще достану. Она тоже очень-очень большая. Ну как, такая средняя, да? Это коробка. Ребят, сейчас к нам еще пришел Женя. Привет, привет! Да, потому что это вообще... Вот эта вот коробочка, знаете, что здесь? Это... Что? Это тайный Санта, ребят! Это, ребят, тайный Санта. Я вообще в шоке. Вот я недавно в своем видео говорила, что я участвую в тайном Санте. Я показывала, какие книги я отправляю блогеру. И вот пришел мой подарочек. Я не знаю, от кого он. А Женя знает. Алина. У тебя такие красивые глаза. Офигеть, ребята. Посмотрите, какие красивые глаза у Алины. Вау! Меня засмущали. Я уже знаю, да, кто прислал. Ребят, я вообще в шоке. Она тоже такая тяжелая. Я даже не знаю, сколько здесь книг, но по весу очень много. Поэтому все, давайте открывать тоже и смотреть. Мне очень-очень интересно. Мне кажется, я, конечно, открою для себя какие-то новые книги. Но это, конечно, очень интересно. Я уже и видео посмотрел. Этого блогера, да? Ничего себе! Сколько здесь книг, боже! Обалдеть! Обалдеть! Сколько здесь книг! Почему так много? Почему так много книг? Обалдеть! 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 Я не могу не смотреть, что здесь. Это так интересно! Вы в шоке? Звезда в шоке. Скажите, пожалуйста. Мне кажется, все мы в шоке. Сейчас продолжаем. Так, эта книга, получается, у нас Брома, автора Крампус, Повелитель и Оля. Эта книга у нас тоже должна быть с таким новогодним вайбом, с новогодней атмосферой. У нас и Дед Мороз, вроде бы, должен присутствовать. Ну, в общем, я прям захотела. У меня от Брома еще есть Повелитель. А, нет, Пах-пах-пах... Все. У меня есть книга «Похититель детей от Брома». И вот появилась новенькая. Похититель, я сказал, да, второй раз? Да, 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 ну, в первый раз Повелитель. Повелитель детей. Повелитель детей. Прикольные сюрпризы? Конечно. Я тебе скажу, что я постарался. Да? Ну, я все книги знаю. Все книги знаешь? Даже вот это первое. Ребята, посмотрите, какая она красивая. Ой, она такая жуткая. Посмотрите, сзади картинка. Но книги Брома, они как раз-таки такие мрачные. Поэтому если у меня будет зимой такое настроение, я как раз-таки хочу почитать эту книгу. Так, давайте дальше с вами открывать. Вот возьмем следующий сверточек. Давайте откроем и посмотрим. А ты уже понимаешь, что это? Я вижу. Я вижу «Ведьмака» точно. А другую книгу я пока еще не поняла. «Ведьмака» я тоже писала в своих хотелках. Только в другом издании. Да. Но ничего страшного, это тоже очень красивое. Очень инфлюстрированное. Но оно очень качественное. Зато невероятные белые листы. Который я прислала, я сомневалась по поводу того, удобно ли будет его читать. Потому что оно там на фоне картинок. Ой. Слушай, в жизни он выглядит офигенский. Реально. Очень красивое. Ребят, на фото, вот как мы смотрели, вообще не так. Ой, аж этот фонарь у нас заглючил. Да, фонарь в шоке. Смотрите. Ну, кстати, правда, очень красиво. Вживую выглядит. Просто белоснежные страницы. Не, вживую, круто. Реально, вживую. Красиво. Отвечаю, реально. Ребят, я честно смотрел на MyShop'е, в интернет-магазине, да, вот там вроде кажется, ну, лучше другое издание заднее. Все-таки вот это, это реально потрясающе. Реально. Тут, посмотри, какой приятный шрифт. Просто кипельно-белая бумага. Она прям такая крутенькая. Не, не, слушай, это офигенно. Очень-очень. Я честно думал, это издание не такое красивое. Иллюстрация хорошая. Очень красиво. Они такие сказочные. Да, очень приятно. Считайте, ведьмак, ребята, у меня теперь есть ведьмак. Нифига себе. Вот это да. Это же большие книги. Издание. У меня в этом издании ни одной книги, ребят, не было. Я очень хотела, я даже вам говорила о том, что когда я там, у меня, я не знаю, буду жить в отдельном доме, у меня будет, собственно, библиотека огромная, я буду собирать большие книги, классику в этом издании. И, походу, это у нас первая книжка будет, да, в коллекции больших книг. Посмотрите. Ура, 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 какая она красивая. Американский психопат. Да я фильм смотрел. Книга называется, да. Смотрел фильм. Да, фильм смотрел. Говорят, книга лучше. Прям книга вообще, вообще вау-вау. Очень красивая. Ну и фильм классный, фильм классный. Ребят, ну очень красивая книга. Ребят, от этого фильма пошли Сигма-мемы. Если вы в курсе, то там главный герой, но там нереальный Сигма. Почему пошли Сигма-макс? Ну, книга реально хорошая, она прям... Ну, она точно, как сказать, ну прям хорошая. Так, давайте вот следующий сверточек, который мне попадается. Так, давайте открываем. Ничего себе. Книга называется... Я вот вижу, цирк вампиров. Я люблю вампиров. Он мне сейчас сказал, этот блогер, видео, что я вижу, что Алина фанат Кстина Кинга, а вот к этой книге, цирк вампиров, Стивен Кинг писал лицензию. Я вижу. Ему очень сильно понравилась эта книга, и, короче, он сказал, что ты заценишь. Ух ты, если вы пропустили Лаймана, то вы пропустили Удовольствие, тут написано. Какая она красивая. Ты же еще любишь и вампиров, и все это мрачные, и говорят, что это вообще нереальный ком. Да, это вообще, это как будто угадали, просто вот 100 из 100. Я обожаю вампиров, правда, из Стивена Кинга. Называется Странствующий цирк вампиров, ничего себе, вот это да. Блин, мне кажется, будет очень интересно. Самое классное, что я вообще в этой книге не слышала, вообще не знала, не встречалась она мне. И здесь такое, представляете, если я, правда, открою для себя нового классного автора. Потому что вот пока я не встречала авторов, которые бы мне напоминали Стивена Кинга. Ну, хотя бы, да, по атмосфере, я имею в виду. Это прям интересно. Давайте дальше. Вот так много книг. Я тут вижу... А, я еще это не показала, который мне на коленях лежит. Посмотрите, это же призрак дома на холме. Это у нас Ширли. Тоже очень хотела. Вроде бы я ее писала в своем листе. А может быть и нет, а может быть угадали. Я уже не помню, что я там писала. Но книжечка новая в холме классики. И я хотела познакомиться с этим автором. Именно это произведение меня привлекало. Потому что такая мрачная должна быть. Ох, все. Будем тоже знакомиться. Я бы вообще в шоке. Так, и еще здесь целых три книги. Я вижу две в холме классики. Я вижу даже любимых авторов. Точнее, любимого автора. Давайте открывать. Офигеть. Вот это реально круто. Говори, кто. Говори? Да. Быть тайным Сантой Алины с канала Алина Букстар. Так, достаю следующие книги. Здесь... Ой, мой любимый Моэм. Обожаю. А тут, кстати, книга родительские каникулы. Вау! Вау! Я не знала, что у него есть эта книга. Как он попал? Блин, офигеть. Я в шоке. Вообще, как бы, я, у моего, сколько книг прочитала? Три? Три книги я у него прочитала, и каждая просто в сердце сдавалась полностью. А про эту я даже не слышала. Ну, как-то, видимо, она не такая прям, чтобы у него сильно популярная, потому что как-то на нее не попадалась, и блогеры про нее не говорили. И как-то, в общем, она мимо меня обошла. Я даже не знала, что у него есть эта книга. Это все. Это в сердечко. А еще здесь дневник памяти. И вы мне писали про эту книгу, что она классная. В общем, буду знакомиться. Хочу. Ну, это прям вообще классика-классика, да? Поэтому надо, надо познакомиться с дневником памяти. Тоже такая красивая, кстати, классика. Мне очень нравится. Еще вот книжечка. Ух ты, Харуки Мураками. Ничего себе, Норвежский лес. Это вообще топовая книга, реально. В своем жанре это просто топ. О, ребята, если вот вы слышали про эту книгу, ну, это невероятный чувак, который очень многих людей вдохновлял. Просто вау. Даже один рэпер сделал альбом в честь него. Типа, и с Мураками. Офигеть. Как классно. Сколько книг. Ух ты, тут книга Тарри Пратчета. У меня есть одна книга Тарри Пратчета на полках. Я даже ставлю какая. Но она такая. Не то, чтобы прям идеальная для первого знакомства, а вот эта, мне кажется, наверное, подойдет для первого знакомства. Нужно будет подробнее узнать. Вообще знаю, что Тарри Пратчет очень классный автор. Многие его очень любят. Опа! Ребята, книга Тарри Пратчета. Коружу, Коружу называется. Вот. Интересно, очень интересно, потому что про этого автора я прям много слышала. И буквально недавно я говорила с своей подругой, что вот это очень такой интересный автор, у которого очень много серий, циклов, очень-очень много книг. В общем, интересно, интересно познакомиться. И последняя книжечка у нас это Чарльз Буковский. Книга у нас называется «Женщины». Очень-очень интересно тоже познакомиться. Ну, про эту книгу я ничего не слышала, но я просто в огромном восторге, ребят. Это вообще что-то невероятное. Я в восторге, как этот человек, мой тайный Санта, просто угадал мои вкусы, там, про вампиров. Ну, их в зиму классику описала, то, что я люблю, собираю. В общем, я просто в шоке. В огромном-огромном шоке. И да, ребят, Майшоп такое устраивает, я просто их обожаю. А еще я напоминаю, что на сайте Майшоп действует промокод BOOKSTAR в скидку в целых 35%. И действует он до 1 января, поэтому вы тоже можете себе приобрести книжечки к Новому году. Либо же подарить подарочки не только себе, но и своим близким. Фух, ребят, мне сейчас Женя помог все разобрать, потому что, посмотрите, сколько у меня здесь книг было. Вот, просто хоть немножко меня разобрать, потому что я завалилась в книгах. Просто, просто у меня тут какой-то книжный потоп, знаете, я вся в книгах, кругом книги. Это вообще, такого, мне кажется, еще не было. Точно не было. Женя, подай мне, пожалуйста, коробочку. Ребят, я уже думала, что мы все, а я забыла, что у меня еще одна посылка. Только вот такая вот. Так, ну что, давайте откроем все-таки еще одну посылочку, чтобы с посылками закончить. Ну, тоже такие книги классные. И плюс я уже тоже немножко позабыла, что у меня здесь есть. Ты, ребят, мне Женя помог. Ай, гляньте. В крафтовой бумажке все пришло. Смотрите, какая красота. Я столько книг за раз в жизни ни разу не распаковывала, чтобы вы понимали, ребят. У меня столько подарков на Новый год не было, как сегодня. На день рождения тоже не было. Все взяты вообще в моей жизни. Так, давайте смотреть. Какая красивая, посмотрите. Я, ну, скупая все новеллы. Я не знаю, мне это очень интересует. Я очень хочу с ними познакомиться. А это от МИФ. Я на нее очень долго смотрела. Думала, нужна, не нужна. Но все-таки решила, что нужна. Буду с ней знакомиться. Это злодейский путь. Вот. Такая у нас прекрасная новелла. Мне кажется, кто-то из вас с ней обязательно знаком. Она еще должна быть очень красивая. Внутри. Тоже будем с вами в Телеграме уже открывать. Буду вам делать АСМР распаковку. Но она очень-очень красивая. Так. Давайте дальше. Женя на фоне с таким же лицом. Он таким. Сидит. Это. Графический роман. Дориан Грейн. Я когда увидела, я все. У меня сердце в пятки ушло. Я обожаю. Произведение Порте Дориана Грея. Оскара Уальда. А это у нас вот такой вот. Ну, графический роман по роману Оскара Уальда. Как раз-таки. Но он просто восхитительный. Это вообще. Это. Ну, просто. Мед. Медища. А, какая красота, ребята. Я не могу. Я не могу. Я забыла. Я уже про него забыла. То, что он ко мне должен прийти. Еще, ребята. Еще. Смотрите. Так. Реклама. Смотрите. А вы поставили лайк? Смотрите. Это книга, которая тоже сейчас шумит везде. Мне кажется, про нее уже слышали все. Это. Шах и мат. От автора. Книги. Гипотеза любви. Я еще с той книгой не знакома. Но. Такие восторженные отзывы слышу. Что решила взять сразу и Шах и мат. Потому что очень интересно. Возможно, даже сначала эту книжку прочитаю. Потом гипотеза любви. Не знаю. Если что, посоветуйте мне обязательно. Но. Я прям слышу даже, что гипотеза любви всем нравится даже больше. Поэтому я прям вообще. Я очень рада, что она у меня тоже есть. И тоже. Ребята. Посмотрите. Ребята. А подписку на канал оформили? 300% людей смотрят без подписки. Подписались? Ну все. Женя, посмотри. Это маньхва. Называется не милая. Маньхуа. Мы еще не сильны в японской и вообще азиатской литературе. Будем изучать. Маньхуа. Ну вот написано маньхуа. Вот. Я буду читать. Мне очень интересно. И ну ааа. Это так романтично. Я уже вижу. Это так романтично. Посмотри, с чего книжка начинается. Посмотри. Миво вообще. Ой, очень, очень хочется. Вот мы сейчас Жене подсели на аниме. А еще буду вот читать. Потому что все. Я довольна. Все, ребята. С посылками мы сами закончили. Посмотрели. Открыли. Теперь давайте вернемся снова к Москве. И покажу, что я привезла еще с собой. Вот еще, что мы Жене привезли. Еле Женя это все дотащил. Вот такие вот. Ух, пакеты. Смотрите. Огромные просто. Это мы были на вечеринке. На таком вечере у издательства Росман. Там нам презентовали новинки. Начинаю издательства Росман. Кислород. Нам там презентовали новинки. Показывали итоги года. В общем, было очень интересно. И там нам надарили просто кучу-кучу книг. Сейчас я вам все покажу. Так. Первая у нас книжечка. Это в конце строки. Очень интересная новинка. Так. Еще у меня здесь... Ой, вот это вообще. Меня очень книга заинтересовала. Мир Мерео. Вроде бы правильно я произнесла. Про нее рассказывали как раз-таки на презентации. Когда говорили о итогах года. И там про нее рассказали. И она меня так заинтересовала, как и множество книг из этого пакетика. Поэтому, ну, я не могла. Просто не могла без нее уйти. И очень рада, что она у меня есть. Я достала всего два пакета, потому что один мой, один Женин. У нас тут вещи некоторые повторяются. Например, у нас появился вот такой вот замечательный календарь на 2024 год. Причем в двойном экземпляре. Поэтому, возможно, как-нибудь мы один разыграем в телеграм-канале. Вот. Но он очень красивый. Как раз-таки здесь иллюстрации внутри по книгам издательства Кеслород. Ну, а, естественно, что-то я крыло прям взорвал. Взорвало, точнее, 2023 год. Ребят, мы уже с вами сидим. Здесь час разбираем книги. Не знаю, сколько сейчас видео получится с монтажом. Может быть, чуть-чуть меньше. Но... А у нас с вами еще и еще и еще книги. Давайте вот дальше тоже у нас одинаковые экземпляры. Это у нас амаранты. Вот. Тоже вообще не слышала. Это вот уже прям новинки. Причем нам, когда дарили эти новинки на презентации, некоторые книги даже еще в тот момент не вышли в печать. Точнее, не вышли в продажу. Вот. В печать вышли. Естественно, в продажу они не вышли. И вот вообще, конечно, это шок. Посмотрите, какой арт. Да, как он выглядит. Интересно. Но очень, конечно, красиво. Очень шикарно. И, знаете, кислород. Они прям делают акцент на азиатскую литературу. Литературу прям вообще вот на новеллы, на манги. Прям вот большой у них уклон идет на это. И это, на самом деле, здорово. Потому что сейчас такая литература, она прям набирает обороты, как вы могли заметить. И я тоже хочу быть в теме всего этого, чтобы с вами делиться, рассказывать о новинках. Правда ли это так классно и интересно. Так, вот тут какие книги у нас не повторяются. Это вот такая вот красота. Это у нас чернокнижец. И у меня должна быть где-то еще одна часть. Нашла, ребята. Вот она. Посмотрите, какие красивые книги. Тоже, когда они только вышли, меня как-то не так сильно заинтересовали. Это, кстати, уже у нас Росман. Но потом, когда нам о них рассказали на презентации, там девушки рассказывали с такими горящими глазами об этом, что я решила, что все-таки надо брать. Так интересно рассказали, что она не могла уйти. Еще у них вот такие вот прекрасные срезы. И выйдет третья часть. В новом году у нас. Еще книга Татьяны Мастрюковой. Блошины Рыны. Кстати, на презентацию со своей кислород они пригласили не только блогеров, они еще пригласили авторов. Представляете? Поэтому была Татьяна Мастрюкова, был Евгений Гоглоев. С ней можно было пообщаться, фотографироваться, книжку подписать. В общем, это было, конечно, восхитительно. А я вот наконец-то встретилась с авторами Германом и Тамарой Рыльскими. Они написали книгу Гретель. И я ее обожаю. Они написали еще книгу Нактамбула. В общем, мы еще, кстати, к этим авторам скоро вернемся. Ко мне пришла книжка от них новая. Они чаще всего делают ритейлинги на какие-то сказки. В общем, это было просто прекрасно. А вот у меня еще появилась от Татьяны Мастрюковой Блошиный рынок. На самом деле, автор тоже такая интересная. Она пришла с такой интересной прической, прям в таком, знаете, стилизации своих романов. Такой у нее образ был немножко мрачненький такой, прям интересный. В общем, очень было интересно посмотреть на автора все вживую. Дальше у нас такая вот большая, толстенькая книжка. Это у нас Райан. Гром среди ясного неба. Это такой у нас роман от Кислорода. Ну, не могла порти мимо тоже. Про него тоже интересно рассказали. И вообще, потом этот роман расхватали. Я еле успела. Но интересно познакомиться. У него, конечно, очень красивая обложка. И это у нас роман с Ватпада. У нас написано, я отказала от Любовный роман. От Ненависти до Любви. Ну, не знаю, как это мне зайдет, ребята. Правда. Ой, так нафиг падает. Потому что я уже перечитала таких романов, откровенно говоря. Ну, посмотрим. Может быть, это меня удивит. Тут у нас плохой парень. И 18+. Ну, не знаю. Не знаю. Но решила все-таки попробовать почитать роман от Кислорода. Еще я такого не читала. Подобного именно у них 18+. Поэтому интересно. Ой, еще у нас, еще у нас вот эта книга. Потрясающая. Нам еще анонсировали второй том, который выглядит просто невероятно. И так нам тоже про него рассказали. Там девушка, она вообще его обожает. Которая в редакции работает. Это эпоха пепла. По следу демона. Называется Илья Попов. Автор. И там все так рассказали, что я тоже такая. Все, беру. Хватаю. Везу с собой Воронеж. Не могу без этого уехать. Что еще? Что еще? Вот такая. У меня еще книга появилась. Станция. Лиха. Похожа такая вот обложка на книги Татьяны Мустрюковой. В том, что они такие вот мрачные. Но это Надя Сова. И тоже про нее интересно рассказали. Тоже мрачная. Еще у нас такое славянская мифология. Я выжгу в себе месть. Очень красивая книга. Очень красиво выглядит. Такая вот сказочная. А еще у них, ну вообще, потрясающие форексы у этих книг. Они волшебные. Ими можно просто наслаждаться. Еще одна книга. Это Монстр. Вот такая вот небольшая история. Янка Далт. Здесь у нас Лебов-ненависть. Лебов-натореукольный. Плохой парень. 18+. Круче чем-то похоже на вот еще одну книгу. 18+. Но какое-то у меня было такое настроение, знаете, что я решила взять. Но она вообще маленькая. Посмотрите, какая. И меньше по формату, чем обученные книги. И страничек здесь мало. Поэтому думаю, что быстро прочитается. Так, а это у меня еще кое-что. Об этом чуть попозже расскажу. Давайте пока досмотрим с вами второй пакет. Во втором пакете у меня просто шедевр. Просто шедевр невероятный. Это комик за Кунсом Сары. Это вообще. Это вообще. Это просто мед. Медича, ребята, тоже. Ну это вообще. Какая же это красота. Я не верю, что у меня столько книг. Мне сейчас просто уже все переполнили. Просто все эмоции. А я до сих пор не могу. У меня аж мурашки сейчас по коже идут. От того, насколько это прекрасно. Опять же, да, два экземпляра. Потому что подарили мне и Жене. Поэтому один я, наверное, скорее всего подарю кому-нибудь из своих подруг. Ну потому что это правда идеальный просто комикс. Тоже на подарок. Кому-то, мне кажется, такой подарочек. Все бы хотели себе получить. Согласны? А еще вот это. Ну это вообще просто прелесть, ребят. Посмотрите. Вообще, это у нас манхва тоже. Это у нас без романтика. Юмор котики. Тут котики ходят. Тут им уделялось очень много времени. Там говорили, прям они на сюжет очень влияют. Тут даже вроде бы в начале, в начале где-то котик. Я ошибаюсь. Ну в общем, тут котик даже на обложке. Есть вот здесь вот, вот здесь вот котик есть. Ну прелесть, ну просто прелесть. А я перепутала в конце, где оглавление. Тут котик в пончике. Это тоже у нас роман. Потрясающий, с потрясающей рисовкой. Нам также анонсировали вторую часть, которая выйдет в 24-м году. Мы ждем, конечно же. Но это должно быть прекрасно, очень романтично, очень ванильно. В общем, знаете, такие супер романтичные аниме. Если смотрели, если любите, то, наверное, вот эти вот, вот эта вот манха вам понравится. Но я прям предвкушаю. Я уже, кстати, немножечко вошла во вкус, да, уже манха, так называю. Вроде бы правильно. Но, в общем, немножко вливать в это все очень хочется. И вот именно хочу сделать, что 24-й год для меня был открытием такой вот литературы, манх. Потому что раньше я читала мангу, но я читала два тома манги, и все на этом. А вот в 2024 году хочу все-таки погрузиться в это больше, потому что очень актуально. Я хочу прощать было с вами небожителей, разные новеллы, манх, в общем, все-все-все-все. Познакомиться с этой культурой, потому что у меня сейчас такого много, и желание ей знакомиться. Так, вот еще, да, из такого у нас колорита. Это «У смерти твой голос». Тоже очень интересная новинка. И вот еще одна книга, которую мы с вами уже видели. Которую тоже подарили и мне, и Жене. Вот это вот. Поэтому такие потрясающие просто истории, очень красивые, безумно просто. Одно наглядение, наслаждение. Все, я в любви, я в счастье. Теперь осталось это все успеть прочитать. Но, конечно, у меня в этом месяце такие огромные покупки. Естественно, что в следующих месяцах, наверное, уже такого не будет получаться. Просто здесь накопилось все. И Новый год, и какие-то подарки, и презентации. В итоге вот случился бабах полнейший. Потому что, честно, я не ожидала, что у меня в такой месяц будет полный книжных покупок. Я думала, наоборот, он будет маленький. Ну, в плане покупок. Но в итоге это просто, как бы, до свидания. До свидания. Все, мы с вами посмотрели. Я снова окружена книгами. И давайте смотреть дальше. Потому что это, естественно, еще не все. Вот, я вам говорила про авторов. Герман и Тамара Рыльски. Это, кстати, брат и сестра. Что очень интересно. Меня очень интересуют такие авторы, которые пишут совместно. Всегда этому поражаюсь. Они в жизни такие милашки были. Сейчас давайте покажу еще одну книгу, которая ко мне приходила от ССВ Кислород. Так вот, дотянулась эта книга «Взломать смерть». И эта книга, она по мотивам истории «Синей бороды». «Синяя борода. Наши дни». Ой, это прям очень интересно. Вот, я вообще обожаю. Пишет Герман и Тамара Рыльски. У них тоже такие атмосферные, очень мрачные, такие жуткие, пугающие книги. И как они это все описывают. Это вообще шикарно. Обожаю слога этих авторов. Поэтому я очень рада, что у меня появилась их книга. И еще, конечно, у меня появилась новинка от автора Ли Путин. Это у нас художница. Это именно ее арт-бук. То есть это не комиксы, как Cotton Tales, который ко мне приходил. Алису, да, она тоже рисовала очень красиво. Нет, это прям вот чисто арт-бук. Чисто для тех, кто любит творчество Ли Путин. А я говорила вам в своих видео, что я обожаю творчество Ли Путин. Меня оно очень вдохновляет. Я, бывает, просто беру и листаю графический роман. Потому что я вдохновляюсь этими иллюстрациями на красивые фотографии, на какую-то эстетику. А это вообще, конечно, супер вещь для меня. Потому что это как бы не просто история, да. Как бы я вообще могу ничего не читать. А просто наслаждаться прекрасными иллюстрациями, которые вообще по разным тематикам. Они тут совершенно-совершенно разные. На вкус и цвет. Но они все, конечно, просто восхитительные. Кстати, арт-бук 18+. Потому что здесь такие есть откровенные иллюстрации. Но это все равно очень-очень красиво выглядит. Просто я в восторге. И сейчас я, на самом деле, очень часто открываю арт-бук. Смотрю и вдохновляюсь. И мне прям очень нравится. Вообще... Так, стоп, не падай. Мне очень нравится вообще, как рисует Ли Путин. Вот эта вот вся ее эстетика. Прям вообще в сердечке, в сердечке. Ребята, представляете, я монтировала видео, и ко мне приехал курьер с лабиринта и привез вот эти две книги, которые я себе заказывала, как подарок к Новому году, чтобы зарядиться новогодним настроением. Ну, это просто мечта. Я собираю такие вот интерактивные книги, как многие знают. У меня уже есть и Алиса, и Шерлок. И теперь у меня есть книги с чисто новогодним настроением. Это невероятно. Вот первая книга, которую я листаю, это книга «Ёлка». Это книга о ёлке, вообще о празднике Нового года. Это вообще, посмотрите, какой восхитительный разворот здесь о старых игрушках рассказывается. И вообще, это, конечно, невероятная атмосфера. Я листала эту книгу, точнее, мы же о ней ее листали, и были в огромнейшем восторге. Ну, это вообще что-то восхитительное и волшебное. Она, правда, окунает в прошлое. Вот ты это все открываешь, смотришь. Это, ну, невероятные эмоции. Это, наверное, такая будет самая главная книга, где кладезь новогоднего настроения у меня. И еще я заказала книгу «Правдивая история Деда Мороза». У нее даже бархатные вот эти вот снежинки на обложке. И она тоже погружает в прошлое. Рассказывает про Деда Мороза, как, в общем, появился у нас в России, как здесь вообще все было. И рассказывается также о празднике. Праздники, волшебные книги, вот эти вот 3D-детали, они вообще повергают меня в шок. Это вообще как такое возможно? Посмотрите, какие ящички, какой здесь шкаф. Также вот такие часы, подарки, о которых мечтали дети в СССР. Ну, это вау, 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 вау. Я в огромном восторге. Как вам эти книги? Еще, помимо того, что мы ездили в Москву в ноябре, мы еще ездили в Казань. Жене, если вы подписаны на мой телеграм, то вы знаете об этом. И вот в Казани мы ездили к Матею Северянину, может быть, знаете, кто это. Мы ездили к нему на курс, мы там тоже участвовали в конкурсах. В общем, не буду долго погружаться в это все, но суть в том, что мы выиграли еще там книги. Мы выиграли в конкурсах книгу в поисках волшебной таблетки, которую написал друг Матвей Северянина. И также сама книга Матвей Северянина «Заработок в интернете» с таким вот котиком. Это вообще, конечно, актуально очень для меня, для Жени. Очень полезные книги. А еще в этой книге даже остался билетик самолетов. Вот такая вот память. Ее, кстати, Женя начинала там читать. О, кстати, я забыла, что эта книга, она еще с автографом. И, насколько я помню, да, это тоже у нас книжечка с автографом. Вот такая вот красота, такие вот подарочки. А еще в Казани я купила себе вот эту книгу. Она вообще меня поразила. Я взяла ее как и сувенир, и плюс она нам безумно понравилась. Мы уже не почитали ее в Казани. Это «Прогулка с Мяо по Казани». Казани, смотрите, такой котик. В Казани очень много котиков. И здесь достопримечательности, про которые нам рассказывает котик Мяо. Рассказывает их историю, рассказывает, куда советуют пойти нам, как гостям города. Это вообще волшебно. И мы прям впечатлили с Жени этой книжкой. Вообще истории Казани. Нам Казань очень понравилась. Мы очень хотим туда вернуться как-нибудь. И вот, блокнотик-то я про него не рассказала. В общем, возвращаясь в Москву, во второй день, когда мы были в Москве, мы ходили на Non-Fiction. Это большая книжная ярмарка в Москве. И во второй день, когда я там была, там выступала Ася Лавринович. Она презентовала свою новую книгу, сериал. В общем, была с ней беседа. Наконец-то я видела Асю вживую. Потому что мы с ней очень много лет общались в интернете. И там я встретила моих любимых зрителей, встретила вас. Я была рада с вами увидеться. И это просто невероятно. Может быть, кто-то сейчас смотрит это видео. Вот покажу подарочки. Мне там подарили и свечу, и ручку. Там девочка подарила очень милый пакетик. Там шоколадка лежала. В общем, представляете, как приятно. Она специально купила для меня. Вообще, я там чуть не растрогалась. А еще она подарила такое потрясающее блокнотик, которое подписала Соня. Это все сделала. Написала Алина, спасибо, что ты снимаешь такие теплые книжные видео. И так приятно. Такой, в общем, блокнотик у меня на память остался. Еще одна девочка подходила. У нее еще есть младший брат, который подарил мне супер милый рисунок. А вот она подарила как раз-таки вот книжку. Посмотрите, Ремарк. Это книга Гем. Она тоже подписана. А твоя подписчица Даша с теплом и любовью. Посмотрите, какая прелесть. Как раз-таки у этой книги Ремарка у меня еще на полках не было. Поэтому просто Даша угадала на все 100%. А с Ремарком я буду обязательно еще знакомиться, потому что его книги мне понравились. Так что я очень счастлива. У меня куча книг, просто куча. И раз вы с вами затронули тему Аси Лавренович, давайте я вам покажу книжечки, которые ко мне приходили от Аси. Они прекрасные, новогодние, просто волшебные. Ко мне приходил целый бокс. Посмотрите, с какими прекрасными книгами. Распаковка на бокс у меня есть уже в телеграм-канале, можете посмотреть. И ко мне пришла книга-сказка о снежной принцессе. Здесь действие происходит за неделю до Нового года. Здесь юмор прекрасный. И плюс, конечно, выгодя этой книге, у вас поднимется новогоднее настроение. В общем, это такая легкая, позитивная история с новогодней атмосферой. В общем, просто потрясающе. И я скоро буду с этой книгой снимать атмосферный влог у нас на канале. Поэтому ждите. Пойдем, возможно, с вами на каток. И будем читать эту книгу с тепленьким чаем или кофе или какао. В общем, будет очень-очень атмосферно. И еще одна книга, это «Загадай любовь» в кинообложке, потому что вышел сериал. Я обожаю «Загадай любовь». У меня есть она в обычной обложке, вот с такой вот девочкой. И теперь есть вот в кинообложке. И в этом издании также добавили пару страничек. Сейчас я вам даже их покажу. Вот так вот. Давайте красивенько открою. На самом деле, прям классное дополнение, потому что здесь не только фотографии с актерами, которые очень милые и приятные, забавные. Здесь также рассказывается о том, как вообще снялся этот сериал. Но сериал тоже классный. Мы сейчас же не его тоже смотрим, когда серии выходят по две серии в неделю. И это очень-очень милый сериал. Я обожаю. Вот. И книгу тоже обожаю. И еще что у меня здесь появилось. Давайте вот вам покажу. Книга «Не твой». Эта книга у нас про хоккеиста. Есть еще, кстати, первая часть, которая называется «Не пара». Я как-то ее пропустила. Возможно, ее тоже приобрету. Но, в принципе, насколько я узнала, что эти книги можно читать отдельно друг от друга. Но там герои из первой книги встречаются здесь. Посмотрим. Может быть, я начну читать, пойму, нравится мне слог автора или нет. И стоит ли покупать первую часть перед прочтением второй. Вот я думаю, я вот так вот сделаю. Также у меня появилась книга от авторов «Ковш». Очень полюбила этих авторов в последнее время. И вот у меня здесь книга «Дьявол предпочитает правду». Интересно познакомиться, потому что авторам я уже доверяю. Слог мне понравился. Чем-то напоминает слог Аси Лавринович. И еще у меня история без названия от Тани Свон пришла. С Тани Свон у меня такие сложные отношения, но эта история меня очень заинтересовала. Тут у нас про поступление в университет. Еще здесь у Ангелины, да, Ангелина, да, из-за этого хочет выпустить ее книгу. И вот это вот все сваливается. И, в общем, вроде бы и мечта сбывается, вроде бы все так наложилось все сразу, как у нас бывает в жизни. Интересно. А еще вот такие вот у меня прекрасные всякие вставочки пришли по этой книге. И еще открыточки. Вот, в общем, красиво все это дело выглядит. Буду знакомиться с такими романами легкими. Продолжаем тему азиатских книг, да, с такой атмосферой. У меня тут очень много всего еще пришло. Я забыла совершенно. Во-первых, ко мне пришла книга о ресторанчик Камагаве. Камагава, Камагава, вот. Смотрите, какая она милая, какая она маленькая, миленькая. Здесь суши, роллы на обложке. Я обожаю роллы, боже, я захотела кушать, смотри, на эту обложку. Что? Что со мной сделали? У них такая обложка классная. Здесь вот эти все детали. Незавидны вам или нет, но они такие вот объемные. То есть прям вот их можно потрогать. И я выложила, надеюсь, уже распаковку в Телеграм с этим боксом. Ко мне бокс приходил. И там был такой котик. Сейчас я его покажу, посмотрите, что за прелесть. Какой прелестный. Он такой милашка, просто невероятный милашка. Он так делает лапкой миленько. И еще там палочки были до суши. И еще кое-что. В общем, очень классный бокс был, который погружает тоже в атмосферу. Так, а меня уже заваливает книгами. Давайте немножечко это все дело разберу. Еще одна книга, новинка. Меня она очень заинтересовала. И завтра буду любить тебя. 18+, у нас книжка. Это книга первая. Я вообще, я таю. Я таю от того, какие сейчас красивые книги издают. И как же это восхитительно. Просто восхитительно. И еще я наконец-то собрала вот эту вот серию, которая называется «Белая рыба». Много про нее слышала, хотела познакомиться. И вот мне получилось три книжки сразу собрать. Смотрите, какие они красивые. Просто восхитительные. Три части. Буду знакомиться. А еще у них снаружи обложка цветная с такой ленточкой. А если мы внутри открываем, то внутри у нас повторение только уже черно-белое. И видна только красная лента. Ну, очень красивое, конечно, оформление. Очень красиво. И еще ко мне пришли очень популярные книги. И я очень много о них слышала. Это вот такие вот детективы про девочку по имени Пипа. Вспомнила. Тоже в бокс классный приходил. В Телеграме уже есть распаковка. Это «Хороших девочек не убивают». И «Хорошая девочка. Дурная кровь». Еще недавно вышла третья часть, поэтому эта серия снова шумит, потому что вышла новинка. Но у меня есть первая часть, вторая часть. Буду знакомиться. Но вообще слышала очень много хороших отзывов. И даже те люди, которые не сильно любят я указала литературу, они говорят, что это произведение очень даже такое прям приятное. Не то, что это прям сильное, но говорят, что очень интересно читать. Такой прям захватывающий тривер, детектив. Интересно будет познакомиться. Ну, много у меня книг. Появилось всяких разных новелл. И еще одна новелла о спорте «Рассекая ветер». Я уже про нее рассказывала. Она очень интересная. Такая очень мотивирующая, вдохновляющая. Здесь у нас ребята готовятся к очень крутому забегу в Японии. Для этого они очень много всего делают. Они перешагивают через себя, через какие-то свои проблемы. И идут до последнего, несмотря ни на что. Очень такие истории мотивируют. Поэтому надеюсь, что эта книга мне понравится. Обывают прям вот нехвата, знаете, какой-то мотивации. И мне кажется, эта книга, она как раз-таки ее подарит. Также я буду слушать ее еще и в аудиоформате. Вам об этом рассказывала. Еще одна новелла — это «Наномашина». Тоже она ко мне пришла как такая новиночка. Я сильно про нее ничего не знаю. Здесь у нас «Принц». А это значит, что, скорее всего, мне тоже понравится. Я обожаю такую тематику в книгах. Но, наверное, здесь все-таки про такой больше современный мир. Либо альтернативный мир. Ну, будет интересно. О, а еще манхва. Посмотрите, да, мы с вами видели такие небольшие манхва. А посмотрите вот на эту. Она просто огромная, гигантская. Это такая должна быть озорная, такая веселая манга, которая называется «Наньхао и Шаньфэ». Вот. Я уже так ее немножко полистала. Она, правда, очень-очень забавная. Вы знаете, чтобы чисто поднять себе настроение, прочитать такую вот книжечку, да, посмотреть про двух друзей. Мне кажется, это будет здорово какой-нибудь вечер с ней провести, когда настроение, возможно, будет не очень хорошим. Вот эта книжка, мне кажется, точнее, манхва, да, она спасет настроение и поднимет его. А еще тут книжечка у меня «Черная невеста». Посмотрите, какая она красивая. Тоже вообще восторг. Здесь у нас семейные тайны, дворцовые интриги. Когда я узнала это все, я поняла, что это чисто мое. Я такое обожаю, поэтому надеюсь, что книжка мне тоже понравится. И если мы вернемся к романам, так, мне кажется, я куда-то уехала из кадра. Ко мне еще приходила книга, которая показывала и в планах, и в зимних книгах, потому что она подходит. Это «14 дней до». Новый автор для меня. Здесь у нас новогодний Питер, и 14 дней нового года, и героиня, которая приезжает в этот город, в эту вот атмосферу. Там она встречает парня, который пытается разрушить все ее планы. Каким образом это происходит, мы здесь и узнаем. Но должна быть атмосферная история. Я ее взяла чисто для понятия новогоднего настроения. У меня здесь стопка романов. Давайте я вам покажу, что ко мне пришел потрясающий дневник от Анны Джейн. Посмотрите, какой он красивый. Это читательский дневник от Анны Джейн. Он очень красивый. Но для тех ребят, кто любит творчество Анны Джейн, я обожаю его, поэтому я отношусь в число этих ребят. Здесь читательский дневник. Здесь книги, которые Анна Джейн советует. И мы можем помещать всякими разными кружочками, галочками, квадратиками, что мы прочитали, что мы не прочитали от Анны Джейн по ее советам. Очень, на самом деле, интересные советы от Анны Джейн по фильмам и сериалам также есть. Также можно писать свои списки. Также здесь вот есть очень классная такая страничка. 100 книг за год. И здесь вот такие вот книжечки. Вот сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По восемь книжечек. Вот в последнем месяце чуть больше получается. В общем, в примере, я по восемь, там по девять книжек каждый месяц. И вы пишете так, какие книги вы прочитали, либо ставите галочки, что вот в этом месяце вы прочитали, там, не знаю, пять-шесть книг. И вот так вот считаете, сколько книг вы прочитали за год. На самом деле, очень удобно. Мне такой вот вещицы, правда, не хватало. А еще вместе с этим дневником ко мне еще пришла вот такая прелестная тетрадка. Смотрите, как она миленькая. Вот, но я ей отложу, потому что в книжке она не читается. Поэтому вот дневничок ко мне приходил. Еще вот такая интересная книга «Жизнь по обмену». Заинтересовала очень по аннотации. У нас был и популярный блогер. Паскай снимает видео о жизни в минимализме. Всем кажется, что он любит спокойствие, но у него сердце бушует страсть. В общем, у нас здесь и блогеры, и вот такая вот атмосфера интересная. Новый автор для меня. В общем, так-то прям заинтересовала. Решила познакомиться. «Стеклянный дом». Слышала уже отзывы, что это очень такая интригующая книга, триллер, который не заставит нас скучать, от которого будет очень сложно оторваться. Поэтому решила тоже познакомиться с новым автором для себя. Еще у меня вот такие вот книги прекрасные пришли. Вы скажете, а зачем, Алина, тебе эти книги? Потому что они у тебя уже на полках есть. А я отвечу, что это для победителей конкурсов в моем Телеграм-канале. То есть это вот у меня книжечки, которые я разыгрываю. «Восхитительная влюбленная ведьма», причем с мерчиком. Да, посмотрите, какой шикарный Олег здесь. Тут наклеечки, открыточки. В общем, очень все интересно и классно. Надеюсь, что победителям понравится. Еще вот у меня здесь «Твоё сердце» будет разбито в шикарных таких вот подарочных обложках. И здесь внутри тоже должны быть разные открыточки, мерч по этим историям. Еще я забыла вам показать книги, которые я купила на книжной охоте в Читай-городе, которую я снимала после книжных покупок, как раз-таки прошлых. Можете посмотреть это видео. Это была «Самая удачная охота», где я была в Читай-городе, где скидки были на все в 50%. И там у меня какие-то скидки. Я карту активировала, там тоже была скидка. В общем, я очень-очень затарилась так прям внушительно. Еще две книги я купила своей подруге Ане, но у меня вот стопочка такая получилась. Я там приобрела книгу «Замок в облаках» Херсенгир, которую я даже уже успела прочитать, поэтому прям так продуктивненько, да. В общем, я в декабрь в плане книг, и не только в плане покупок, но и в плане книг получается очень классный месяц. Я прям много читаю «Замок в облаках». Вот просчитано уже про зимний отель в преддверии Нового года. Главная героиня здесь работает горничный. В общем, здесь атмосфера просто идеальна также для того, чтобы взять эту книгу на чтение в декабре. Очень атмосферно было. Я прям читала ее сама в отеле в Москве. Это было вау, как круто. Еще у меня здесь Агата Кристи, «Рождество Эркелепуаро», которое только планирую читать. И, может быть, в начале января ее тоже возьму, как там какую-то еще книжку, про которую я уговорила. Еще я решила взять книгу Джо Джо Моэс. Она стоила очень-очень дешево. Скидка 50%. Она стоила, что там, 280 рублей. Я подумала, ну а как? Как я могу без нее уйти? В общем, это книга продолжения «До встречи с тобой». И мне очень интересно. Мне очень интересно, потому что я и книгу люблю. Я ее читала еще в 2016 году. Я и фильм люблю. Я смотрела его раза три. Вот недавно мы Женю его пересматривали. Я снова там чуть ли не рыдала, еле себя сдерживала. И мне очень, конечно, интересно познакомиться с тем, что же будет дальше. Как же дальше будут развиваться линии персонажей. Вообще, мне прям стало очень-очень интересно. Поэтому решила тоже взять на таких скидках. Наконец-то. Потому что я уже много лет смотрела на эту книгу. Думала, надо, не надо. Цена мне попалась. И я решила, что все. Надо брать. И еще на той охоте я поймала книгу Стивена Кинга. Это «Кристалл и колдун». Это вторая часть «Темной башни». Ребята, представляете, я собираю «Темную башню» вот в этом вот красивом здании. Книжная полка. И я собрала весь цикл. Почти. Мне не хватает. Вот не хватало второй и последней части. Они просто пропали отовсюду. Они просто взяли и исчезли везде. Во всех. Я даже на авито уже искала. Нигде этих книг нет. Вот одну я нашла как раз-таки на книжной охоте. Я просто пищала. Была очень рада. Вторая часть. А последней нет нигде. Мы же не облазили все сайты. Вообще все, что только можно и нельзя, и не нашли. Не нашли эту книгу. Не знаю, что я буду делать. Возможно, у кого-то из вас эта книга есть. И вы захотите мне ее отправить. Потому что я уже, честно, не знаю, что делать. Потому что я очень хочу собрать. И если эту серию будут переиздавать в других обложках, мне, получается, придется покупать весь цикл снова в других обложках. В общем, это просто боль. Боль, боль, боль. Это, конечно, вообще ужас. Но я рада, что хотя бы вторую часть мне удалось выловить. Возможно, последнюю, не знаю. Я потом в электронном варианте прочитаю, а потом себе распечатаю экземпляр такой, чтобы стояло все вместе на полках. Но я уже, правда, не знаю, что делать. Это уже какие-то крайности. И еще я тогда купила Золушку. Конечно, Золушку, которую я не купила в прошлых покупках. И вот докупила в этих. Поэтому весь цикл Лунный Хроник у меня, наконец-то, собран в новых таких вот шикарных обложках. Если вы не знали, то Лунный Хроники я уже читала достаточно давно. Это одна из моих самых любимых серий. Обожаю ритейлинги. Здесь они, конечно, просто получились на ура. Поэтому вот. Буду, наконец-то, перечитывать эту серию. Надеюсь, в 2024 году у меня получится это сделать. А еще, кстати, я вам показывала книжки, и у меня выпала книга Валентин Дан Делон. Я вам ее не показала. Отзывство Клевер эта книга. И это вторая часть из дилогии «Будь моим, Дана Делон». Обожаю книги Даны за романтику, за атмосферу Парижа в ее книгах. А Валентин, ну, я вам расскажу все. Рассказываю уже в Телеграме свои впечатления. И, как видите, я эту серию сейчас читаю. И вот мне стало совсем капельку. Думаю, что завтра, возможно, уже и дочитаю эту книгу. Поделюсь своими своими впечатлениями. И в прочитанном тоже буду рассказывать об этой дилогии. Потому что там есть что рассказать. А с этой книжки, они в кадр у нас с вами не лезут. И еще интересное. Интересное, что ко мне приходило. У меня появилась книга «Ольги Вечной» на полочках. Смотрите, какая красивая. Это единственная. Я с этим автором уже знакома. Читала у Ольги Вечной книгу «Доверься», которая мне безумно понравилась. Отзыв, опять же, у меня есть. И в прочитанном я о ней рассказывала. Обожаю, обожаю. Поэтому, естественно, и новенькую книгу Оли захотела прочитать. А еще, посмотрите, что у меня на елочке появилось. Это шарик тоже с героями, как раз-таки из этой книги. И здесь у меня книга подписана. Здесь у меня книжечка с прекрасной закладочкой. И тут еще открыточки есть. В общем, очень все красиво. Еще у меня интересная история любви. Называется «Курс на любовь». Она у меня тут тоже с всякими открыточками, с всякими штучками. Очень-очень интересными. Книга у нас больше такая про путешествия, про роман. Смотрите, какие тут главные герои. Она решает бы бороться за своей аэрофобией и идет учиться на пилота. Вот это, да. Вот это я понимаю. Все бы мы так боролись с нашими страхами, как главная героиня. Еще ко мне пришла книга «Холодные деньги», которую я тоже показывала в своих книжных планах. Интересная книга. Заинтересовала то, что она на реальных событиях. Ну и плюс здесь такая новогодняя прям атмосферная обложка. Поэтому будем вместе с вами читать ее в январе. Вообще, я обожаю истории. На реальных событиях меня не сразу же, сразу же цепляют. Еще у меня книги жанра психологии. Во-первых, это вот такая книга. Посмотрите, какая она. Какая она просто. Ну, шикарная прям вообще. Очень красивая. Это «Байкинки». Да, это у нас «Кинки культура». В общем, здесь у нас гид по твоей сексуальности. На самом деле, это тема, которую очень многие замалчивают. У многих в этой теме какое-то табу стоит. Очень застенчиво, да, об этом говорят. Хотя это очень и очень важно. В наших реалиях очень важно узнавать себя, познавать себя, понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится. В общем, это очень-очень важно. Поэтому вот такая вот книжечка у меня появилась. Отзывство «Кислород». Очень интересная познакомилась. Просто забыла ее показать вместе с книгами «Сосов кислород». А еще она, конечно, выглядит внутри. Ну, очень-очень интересно. Давайте покажем вот такой порт, да. А то, конечно, тут очень-очень интересно выглядит. Ну, правда, книга. Я немножко уже почитала. Она написана очень-очень классно. Таким, знаете, простым языком. И показывает то, что такой темы стесняться не нужно. А наоборот, об этом нужно говорить. Я за то, чтобы в школах водили образование сексуальное, да, чтобы у нас, ну, не появлялось такого, как шоу «Беременна в 16» и тому подобное. Потому что об этом не говорят. Об этом даже родители не говорят с своими детьми, что очень-очень страшно. Потому что у многих стоит, опять же, тема, да. Эта тема стоит как табу. А эта книга показывает, что это совершенно неправильно. И показывает, как нужно об этом разговаривать. В общем, это прям вообще очень здорово. И еще ко мне пришла вот такая вот интересная книга. От доктора Андрея Крупатова. Эта книга «Счастлив по собственному желанию». Здесь написано, что «Донет Шаков к душевному здоровью». В общем, эта книга о том, как справиться с апатией, как справиться с депрессией. Ну, знаете, как творческий человек, я, бывает, впадаю в какое-то такое состояние, что мне там чего-то не хочется, что я как к чему-то перегораю. И вот эта книга, она должна помочь справляться с этими состояниями. Она должна помочь меня как-то оттуда вытаскивать. Хотя я как бы стараюсь себя сама вытаскивать. Но, возможно, эта книга, она поможет мне как-то больше с этим справляться и вообще понимать, как это нужно правильно делать. Хух! Ребята, я не верю, но мы вроде с вами все посмотрели. Я не знаю, как это объяснить. Потому что, честно, я знала, что книг будет много. Но что будет так много? Еще и подарки, Тайны Санта и столько-столько всего. Давайте сейчас позовем Женю. И мы вместе с ним сейчас посчитаем, сколько здесь книг. Потому что будет, наверное, сложно сделать. Но я надеюсь, что мы сейчас с ним справимся. И Женя сейчас подснимет, как я тут вот сижу в горе книг. Женя пришел, и мы вам показываем, как я снимала это видео. Посмотрите, сколько у меня книг. Ребят, это вообще просто жесть. И да, спойлер, ребят, у нас с вами скоро будет реорганизация этого всего. И мы с вами будем пытаться это все распихнуть по моим полкам. В следующем видео, ребят, будем это все разбирать. Но я думаю, что это будет просто жесть какая-то. Не знаю, как это все разместить на моих книжных полках. В общем, в следующем видео будем с вами это все дело разбирать. Такого еще не было, мне кажется, нигде. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Посчитала книги. Я, конечно, там пару сбилась, потому что книги, ну их очень много. Они вот так вот, знаете, вот так вот раскиданы, что какую-то книжку, возможно, забыла, какую-то книгу просчиталась. Ну, в общем, у меня получилось больше ста книг. Примерно сто семь, сто восемь книг за месяц. Как вам такое? Я не знаю, что на это сказать. Я не знаю, как такое получилось. Это вообще шок. Но я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы насладились этим количеством книг. Мы с вами не знаем, сколько тут просидели, часа два, наверное, разобирая все эти книги, открывая. Здесь столько было подарков, столько было прекрасных историй. В общем, я очень надеюсь, что вам было интересно со мной. Я вам подарила прекрасные эмоции, я очень надеюсь на это. Мне кажется, мне пора уже сделать глоточек моего остывшего чая, уже холодного. Спасибо, что были со мной все это время и разделили этот радостный момент. И всем спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео, где мы все это будем пытаться расставить на книжной полке и думать, что же с этим делать. Но еще там будут классные новости. Поэтому до встречи. Продолжение следует...